Пожарная машина встала на въезде в поселок Пригородный. Дальнейшему движению мешает рама, которая должна сдерживать проезд большегрузов. Если расчет поедет дальше, то повредит оборудование на крыше. Такие же препятствия установлены на большинстве заездов в поселок. Это существенно усложняет работу пожарным. Вот эти три улицы закрыты. Въезд осуществляется, как было сказано, вот по этой улице. То есть, соответственно, если проезжать куда-то дальше, вот в эту часть, то уже время прибытия увеличится на большое количество времени. Вот, переулок Орловский 5. Был пожар, происходил горение дома. Пожарные подразделения как раз-таки поехали через улицу Центральную, чтобы заехать на переулок Орловский. Подъехать не смогли, пришлось ехать в объезд и только тогда сюда приехать на переулок Орловский 5. Кем были установлены арки, пока не ясно. Под ними возможно движение легкового транспорта. Но спецтехника не может преодолеть заграждение из-за особенностей конструкции. Зачастую именно жители, в первую очередь, для своего спокойствия устанавливают подобные препятствия, да, чтобы не ехали больше грузные машины, как в данном случае не повреждали дорогу, там, какая-то, может быть, строительная техника не ехала. Они хотят спокойствия, но, к сожалению, угрозу они этим самым в себе же несут, да. И не дай бог кому-то из тех, кто установил эту рамку, когда-нибудь столкнуться с тем, чтобы к ним приехала пожарная машина на реальный боевой выезд. В городской застройке также есть проблемные для спецтехники места. Во дворах между улицами Высотная и Солмышская установлены автоматические ворота, чтобы на территории не парковались соседи. Перед спецтехникой они тоже не открываются. Там проезд ограничен тоже, сейчас пройдем посмотрим, и там. А в середине находится детский садик. То есть сейчас, по сути, такого беспроблемного доступа нет даже к детскому саду, который находится в центре. Проезд заблокирован здесь, и проезд заблокирован в трех местах. То есть большая территория огорожена. И есть препятствия для проезда спецтехники. Мы видим, что машина стоит, и никто из жильцов даже для интереса сейчас не пытается открыть эти ворота. Хотя это, в первую очередь, и их тоже безопасность. Универсального ключа к таким воротам у пожарных нет. Поэтому на обеспечение проезда приходится тратить больше времени. В принципе, есть инструмент у пожарных, который может просто раздвинуть эти ворота, перекусить задвижки. Но это все потеря времени. На практике могу сказать, что это не одна минута. Продукты горения, тот дым ядовитый, который выделяется во время горения, особенно пластика, трех вдохов человеку достаточно, чтобы потерять сознание, ну и в дальнейшем погибнуть. Времени не так много во время пожара. Оно еще будет у нас ограничиваться тем, что мы будем решать вопрос с воротами. Вопрос о подобных препятствиях для спецтехники по выявленным адресам будет рассмотрен управлением надзорной деятельности МЧС по Оренбургской области. Ситуация настолько сложная, что в каждый двор невозможно поставить по инспектору, который будет контролировать эти ворота. Они то появляются периодически, да, то где-то, может быть, их демонтируют. И, к сожалению, очень часто бывает, что пожарные подразделения уже в момент вызова сталкиваются с такой ситуацией. То есть невозможно постоянно мониторить ситуацию в каждом дворе. Подобное придомовое ограждение должно быть оснащено системой автоматического открытия в случае экстренной ситуации, либо управляться консьержем или охраной организации. В ином случае это может создать серьезное препятствие для спецтехники. Артем Вербицкий, Артем Агишев. Новости на ЮТВ.